Нам говорят, умом Россию не понять. Но поверьте мне, умом не понять то, что делает самый распространенный видеохостинг. А именно, он работает только с аудиопродукцией. Окей, скажу я вам. Теперь расскажем о том, что такое звук. Человек не сможет сделать достойный аудиосюжет всем. Но каким-то рядом в видеохостинге он крут. Теперь попроще. Сколько аудиочеловек сможет сделать аудиосюжетов? Ну сто. И это максимум. А сколько делает сюжетов оператор, он же видеоинженер, он же продюсер, он же ведущий? Пять тысяч сюжетов. Давайте проверим и скажем, что таких кренделей по миру максимум тысяча. Тогда какого хрена вы аудио рядом губите то, над чем работал человек, а? А теперь думайте, господа, и извините, иногда вам придется выслушивать другие композиции, потому что, извините, сори, я уже использую то, что купил собственным трудом. В принципе, данная машинка неплохая. Плохая цена, вот как-то так. То есть, раньше соткой или той же А6 радовались многие, теперь радуются немногие. С какого вплеска такие ценники? А давайте посмотрим. Помните бред о том, что ауди не гниют? Естественно, бред. Все машины гниют. Не гниет только капот Линкольна Таункара. Он из Дюраля. С Шевроле и Люмино тоже гниют. Там хоть и кузов из пластика, но есть рама. Все гниют, но с гнилью можно справиться. Теперь про цену вопроса для нормального человека. Во-первых, наш замечательный бред про лошадки. В большинстве случаев они не дотягивают до 250 кобыл. То есть, и с видом на Америку брать можно. Новые, конечно, сложно. Но есть БУ. А мы говорим о Ауди А6 третьего поколения. Эти пока дорогие. То есть, в пределах десятки баксов можно взять. Теперь про цену. Даже самый никакой автомобиль стартует с цены в 35 тысяч долларов. О, за 10 лет потеря в 25 тысяч долларов. И еще за 15 потери еще в 6 тысяч долларов. Вот это клево. Ну, вам решать. А мы, к счастью и благодаря нашему правительству, поняли, что у нас есть возможность покупать, по сути, дешевые иномарки. И БУ дешевле, чем за границей. Ну, чтобы их не брать, то. Теперь вопрос лизинга. Прикольная штука. В 99% случаях лизинг – это ушатывание машин. То есть, месяц просрочки, и машина переходит из лакшери в говно. Со всеми вытекающими последствиями. Можно, конечно, взять из Германии. Правда, с пробегом в 250 тысяч километров. Я там был, я видел обычные машины, и все с таким пробегом. Нет, конечно, они рысачат, мама не горюй, для средней зарплаты в 600 тысяч рублей в месяц. И там нету наших мелких соток. Можно рысачить, и они это и делают. И не говорите о бредятине. На А6 ездят нормальные дядьки. С ихими зарплатами прометнуться, да и подальше проблем-то нет. То есть, можно найти и здесь. Гемор, конечно, но можно. Можно доделать и нормально ездить. К слову, о моей любви к Ауди. Это был мой первый опробованный автомобиль, и совсем не советского производства. Да я купил бы и сейчас, на 100%. Затем я ездил на Медвине, а уже потом был Форд. То бишь, не надо мне говорить про Ауди. Я ее люблю, как и Мерсов, как и все, что производит Форд. Сейчас Ауди имеет коробку-автомат и широкий модельный ряд двигателей, которые позволяют вам выбирать, в зависимости от вашего же желания, машину более экономичную или более быстрого. Ауди.